Новая подвижка льда на Енисея может произойти в любую минуту. Так уже было дважды. Неделю назад и накануне. На свой страх и риск жители поселка Подтесово продолжают идти прямо по Торосам. Целыми микроавтобусами их привозят сюда, на берег Енисея. И люди идут по ледовому пути, который ни дорогой, ни зимней переправой назвать нельзя. Человек вчера умер, не могли решить, как вывезти тело. Никому до нас дела нет на той стороне. Все ложится на плечи родственников. Дело утопающего самого утопающего. Так и здесь все получается. Вот как можем, пробираемся, выбираемся сквозь Торосы. Кроме такого экстремального пути, есть еще один способ перебраться на другой берег – вертолетом. Билет на воздушное судно стоит 812 рублей. Ежедневно, кроме выходных дней, выполняются рейсы по маршруту Енисеевск-Подтесово. Плановых рейсов у нас запланировано было три. Но в связи с тем, что наблюдается значительный повышенный наплыв пассажиров, к слову, заметить, большинство пассажиров – это транзитные пассажиры, жители севера Енисейского района, приходится выполнять дополнительные рейсы. В итоге рейсы выполняются в день по 5-6. За последние дни на вертолете переправилось больше 800 человек. Но быстро купить билет в авиакассе не так-то просто. Жители правобережных деревень днюют и ночуют прямо в аэропорту. Многие за сутки занимают очередь, чтобы улететь домой. А те, кто стоит в очереди несколько часов, рискуют остаться без билета. С 8 часов утра уже здесь стою, и больше 5 часов уже очередь за билетом, чтобы переехать на ту сторону. Вот так вот. Еще неизвестно, до скольки мы здесь будем стоять. Очередь моя еще вон, мужчина стоит, и уже 4 рейса ушло. Вахтовики заранее закупают билеты. Север Енисейска идут, Север Енисейска идут. Очередь по 100 человек – это точно. Нереально попасть. Несмотря на то, что количество рейсов увеличено практически вдвое, билетов на вертолет все равно не достать. Жители правобережного поселка Подтесово собственноручно готовят себе ледовую переправу для того, чтобы перебираться на снегоходах. Конечно, она не будет санкционированной, но люди готовы рисковать своей жизнью для того, чтобы перебраться на другой берег. Сейчас уровень воды на Енисеи примерно 9,5 метров. Стоит еще на метр подняться и будет введен режим чрезвычайной ситуации. Находиться на льду крайне опасно, не говоря уже о транспортных перевозках. Видите, постоянно идет подъем воды. Буран также начал переезжать с одной стороны берега на другую. И произошла небольшая подвижка. И водитель Бурана на Буране еле успел выскочить на берег. Уже практически переезжал по воде. Можно так сказать. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Синоптики вновь обещают потепление до минус пяти. Скорее всего, труды местных жителей, которые самостоятельно делают ледовую переправу, окажутся напрасны. Остается одно – ждать морозов. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов.